И царю небесный, утешителю души истины, И железетный, и вся исполняяй сокровища твои, И жизни богателю приеде всели садны, И очистины всякие скверны, и спаси блажей души наши. Господи Иисусе Христе, в этот благословенный день, благослови наше занятие, просвети нас Духом Твоим Святым. Открой нам ключ к разумению Писаний, просвети, помоги нам все это запомнить, сохранить и притворить в жизни, понести другим людям то, что мы услышали сегодня. Милости будет нам, Гришин. Тебе слава. Отцу Сыну и Святого Духу. Ныне присноево-те веков. Аминь. Так. Евангелие от Иоанна. Сегодня у нас какое? 12 ноября. 2023 год. Рождество Христово. 12 ноября. Евангелие от Иоанна. 11 глава. 33 по 37 стих. Все продолжение. О Лазаре у нас идет история. Это печальная вначале и потом торжественно, божественная, божественная, небесная. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам восскорбил духом и возмутился и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, ответший отче слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Так, что же это такое у нас? Почитаем сейчас святых мужей. Блаженный Феофилак ответит нам на некоторые вопросы. Есть у кого-то вопросы уже по этому отрывку прочитанному? Кто бы мог задать вопросы кому-то? Прочитал и такой, «Ах, так, 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 интересно, вот этот был вопрос, а нам уже тут помощники есть, но как бы ты не знаешь, что они есть». Вот когда мы были неверующими, я вот неверующий был, читал это, и у меня вопросов куча была. Думаю, как же, а почему-то я там дальше нигде не видел, чтобы Христос плакал. Мне вот это интересно было. Это единственный раз, когда он заплакал. Нету больше, чтобы он плакал. Ну, если вы не знаете, я сразу просто скажу вам. Внимательно надо читать, и по нескольку раз тогда будут вопросы получаться. А так вы как будете читать, как дети. Они, «Ля-ля-ля-ля-ля, 3 рубля побежал, все, нету его». Ну, нет, надо прочитать раз, второй раз вдумчиво, а там ты станешь серьезным человеком. Если нет, то тогда и на нет. А меня поражает вот это чувство, что Господа, что даже ничего человеческое ему не чуждо, и заплакал, и сожалел об умерстве. Ну, вот тут написано, такой, воскорбил духом. Ну, это как бы понятно. А вот возмутился и сказал, где вы положили его, вот вопрос на вопросе. Не знаю, у вас никаких вопросов, я вижу, нету. У меня полно этих вопросов. Почему он возмутился? У тебя есть вопрос? Чего молчишь, как партизан тогда? Я спрашиваю. Начинаю я говорить, а что ты один говоришь? Ну, меня вот это интересует лично. Что еще тебя тут интересует? Еще раз прочитать? То есть застал вас врасплох, да? Слово Божие. Ну, ладно. Евангелие Теана, 11 доклад, 33-37 стих. Внимательно сейчас читаем Слово Божие. Вы понимаете, что вот эта история самого Иисуса Христа при жизни, и записали его, его ученики, будучи движимы, Духом Святым. То есть тут каждое слово правда. Каждое предложение истина. Мы в свою жизнь не можем так рассказать в правде и в истине, как нам рассказывает Слово Божие уже 2000 лет назад. Что было? Понимаете? Поэтому слушаем внимательно и задаемся сразу вопросами. Что бы ты хотел вот сейчас от Господа, чтобы он тебе разъяснил? Или тебе все понятно? И ты нам сейчас там пишешь картину. Толкователи-то несколько раз собирались, а мы как? Но вопрос-то должен быть. Итак, Иисус, когда увидел ее плачущую, кого ее? Сестру. Какую сестру? Их две было, Марфу или Марию? Марфа. Марфа и Мария, они же плакали. А, Господи помилуй. Как с вами тяжко. Марфа. Я говорю, тут каждое слово это истина. Слушайте еще раз внимательно. Для вашей запоминающей, я вижу, головы 85 лет. Иисус, когда увидел ее плачущую, и пришедших с нею иудеев плачущих, ее плачущих, кого ее? Ну, Мария пришла плакала, и с нею народ пришел. Вот, правильно. Мария, это правильный ответ. А то там еще Мария, Марфа, а тут написано ее конкретно. Кто? Первая его встретила Марфа. Передала его на руки тайно почему-то Марии. А почему тайно? Вопрос тоже. Ответили на него? Нет. Ладно, продолжим дальше. Это я вам просто вопросы задаю. Вы отвечайте сами. С нею иудеев плачущих. Вот кто такие иудеи плачущие? Иудеи с большой буквы написано. Сам воскорбил, сам, то есть Христос, сам воскорбил духом. Иногда так хозяев называют. Ну, во всяком случае, в мое время было, когда еще в молодости, там говорили, сам, сам пошел. Я тоже. Сам. Хозяин дома, ну, где я жил, там обычно, я где-то квартировал все время. Сам пошел, то есть с уважением там. А куда он пошел? Я туда за ним пошел, а у него в ванной стоит, этот, на его яблочках с сада. Ну, поняли, да? Бродит там такая перчатка, и она надулась уже. Знаете, что это называется, да? Вино. Ага, вино, из которого потом гонят самогонку. Сам, сам пошел, пошел. Так для чего? Никогда никто не ходил в храм в моей молодости. Я не видел ни одного человека, взрослого, который бы встал и сказал, сынок там, внучок, Игорек там, как племяш, пошли в храм. Ни одного человека не было вокруг меня таких. Что смеяться было вообще? Не призвали. Да даже и никто и не смеялся. Вообще о Боге никто не разговаривал. Вот я жил в полном атеизме. Все. Вокруг меня был полный атеизм. Собирались для чего? 9 мая отметить, 1 мая и 7 ноября люди собирались. 7 ноября. Все. Это были главные дни. А, еще дни рождения. Ну, а вот эти дни были главные. Собирались, выпивали водку, пели патриотические песни. Слышали, да? Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем. Вот такая была жизнь. Вокруг. Говори. Я, когда в возрасте примерно было, мне 8 лет, у меня с мамой было такое, как бы отец всегда ее мать игнорировал. И вот она всегда говорила, ты смотри, когда я буду молиться, а ты стой там, за дверьми, где он как входит. Вот этот самый. Чтобы предупредить. Да, чтобы предупредить. Я вначале как-то так не понимала. А потом, когда она смотрю, она стоит на каеночках, плачет и молится там, молится. Я думаю, что она это... А потом я привыкла, я поняла, что ей так это самое... И у меня это все... Что ей приятно, эта материна. Да, ей приятно. И она меня вообще, не знаю как там это... Ей на лужине, да? Да. И вот это во мне осталось, когда мне было во втором классе, я уже училась. Вот в это. И продолжала, и мы с ней так это... Она говорит, ну смотри, отец-то не приехал, он навсегда. Ну, то есть уважение к отцу было, да, как главе. Не что, не то, что уважение, не дай бог там, что такое. Мы сейчас с вами говорим про слово сам, чтобы мы понимали, что это непростое слово. Сам. Когда мы говорим, еще с большой буквы, это сам. То есть, это понятно, такое уважение здесь, такое, такое, ну, к нему эпитет, это как бы сказать, такое отношение уважительно благоговейное ко Христу. И сам воскорбил духом и возмутился, и сказал, где вы положили его? Каким тоном еще я все время теряюсь, каким тоном? Ну, как бы у меня есть мое понимание, как он это сказал. Это, должно быть, должны быть слезы в голосе у него. Он-то понимает все, и в то же время понимает, что, как люди неправы, они не знают еще истины до конца. И главное, что им сейчас скажет, он скажет, скажет, вы понимаете, кто перед вами? Я Бог. Я Бог. И вот так рукой бы провел, и вот так раз, и он же перед ним стоит. И все бы, ах, чудо там, и так далее. Мог это сделать? Мог. Но он понимает, что сейчас, когда он его воскресит, они обрадуются, но так до конца ничего не поймут. Никто не поймут, они, что он Бог, что он хочет для них спасения. А эти иудеи, которые стоят с большой буквы, они будут искать, как бы убить его и Лазаре вместе с ним. Прочитаем мы совсем скоро. И он вот от этого всего, у него вот такая должна быть слезы, вот это, знаете, от того, что ты знаешь, как все будет, как вот с детьми. Я веду с ними занятия, я не могу радостным быть таким, веселым каким-то, знаете, я смотрю на них, как они непопад отвечают, какие у них глаза, как они реагируют на мои слова, они на видео у меня. Ну, или вот здесь вот наши дети сидели. Ну, или когда беседую с молодежью. И я смотрю на них, и у меня все время сердце вот так, сердце. А перед тем, как занятия начинаются, за час где-то, за полчаса, у меня сердце вот так вот прям ходуном ходит. Ну, что сказать такого, чтобы хоть через 30 лет вспомнили бы о ней. Ну, даже не я это сказал, а просто они бы вспомнили слова Господня. Есть же негативный у нас опыт. Детей, где наши дети? Да, не через пень по-флотски ходит. Это не серьезно. Это должен быть тот человек, который помогает тебе. А то, что, ну, да, бывает, приходят, что там нанесло их как-то ветром Господним. Это что я могу сказать? Ну, даже он пришел великан целый к нам. И где он? Он что, знает ответы на эти вопросы, что ли? На комбайне работает, отцу помогает там. У него руки могут быть, как у этого, у негра, черные от земли, морщинистые. То есть работяга. Ну, должно быть на сердце еще. Не хлебом единым жив человек. Надо же рождаться свыше. Я просто жду, не дождусь, когда хоть один ребенок у нас родится свыше. А я знаю, что будет, я знаю, что будет, когда он родится свыше. Догадываешься, сестра моя, что должно быть, когда вот молодежь, кто-то из них родится свыше. Вы помните, помните, как вы нас встречали, когда мы приехали? Да. Как мы с вами обнимались, целовались, вот эту Марину зацеловали, как собачка сейчас ее лежит наша. Да, она так там ходит. Что должно случиться, вы помните, как мы трогательны друг другу? Встреча с людьми, которые... Помни, понимаете, что такое рождение свыше? Да. Помните, как я родился? Да. И я бы у меня... Помоги, Господи. Мы там плакали. Да. Ну, пока что я тут ниже. Продолжим. Поэтому, да, молодежь, они должны быть, Господь их приводит. А как же, ничего себе, это что-то, пустыня должна быть, что ли? Вот она ходит туда-сюда. Вот видите, Марфа, суетится о многом. Вот, пожалуйста, Марфу хотите посмотреть? Вот что она ходит туда-сюда? Вот она ничего не знает, что здесь. Она услышала это, но она в обиде. Мне никто не помогает. Господи. Я такая правильная, тут трапеза прошла. Вот вам, пожалуй, пример. А вот Мария сидит, к примеру. Она у ног Христа. Слушает, что говорят. И глядишь, раз, и что-то упадет. Она придет и обнимет папу свою и скажет, папочка, мамочка моя дорогая, любимая, я так вас люблю. Вы меня с такими людьми познакомили. Они верующие, правда. И они никогда мне зла не сделают. Они же все такие глупые. Я же тут их учил жизни. Мы друзья ваши, говорю я, мы ваши друзья. И Ваня сидит, плачется, как его обидели на работе там. Бедненькие вы, бедненькие. Вас еще не так обидит жизнь-то. Тебе еще повезло, вот просто милостью Божией, что ты сейчас не на фронте там. Хоть не убили эту самую. Да, хоть еще сколком во рту, как сегодня читает сестра, она то ли неграмотная, то ли не понимает, о чем речь идет. Слава Богу, Игнать Тихонович, как их уговаривал на альтернативную. Силку он прям заставлял. Нестор еще непонятно, пойдет или нет. По его взгляду, думаю, что он бычка может включить. Нестор. Еще мы не знаем, что будет. А совсем немножко осталось уже. Чуть-чуть совсем узнать. 17 лет уже. На следующий год уже 24-й. Выбор будет делать человек. Но, что можно сказать. Итак, прослезил. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверший отчет слепому, сделать, чтобы и этот не умер. Они что, прозрели, что ли, иудеи, наконец-то? Они просто удивились чудом. Нет, такой вопрос, не мог ли он его там, ну, чтобы он воскрес, что их так, Лазаря, они так и любили. Лазаря так любили. Христос любили. Да, что? В чем дело? Что такой вопрос задали? Вопросов, вот мы задали, вот, задали где-то 5 вопросов приблизительно здесь. И недоумений еще много. Ответы слушаем внимательно. Кто хочет ответ услышать? Да, все. Сейчас буду задавать вам вопросы. Ответ на этот вопрос, на этот. Давайте трудимся, молим Бога. Никакой логики тут нету. Молитва только к Господу. Разреши, Господи, эти вопросы в душе моей. Итак, блаженный Феофилакт. Ох, слава Богу, что у нас златоусты есть. Так как Мария и пришедшие с нею плакали, ответ, Мария, правильно, то, то, природа человеческая, с большой буквы, располагалась к слезам и смущалась. Никогда не ответить баптистам на это. Понятно, да? Природа человеческая, то есть Господь прямо не называется Богом, Вы понимаете? А чувства, которые у Бога, чувства здесь выносятся на первый план. Все божественные, ни одного Иисуса Христа, троицы всей, и Бог Отец здесь, и Бог Сын, Бог Отец художник, и дворец, Бог Сын, строитель, и зиждитель Бог Дух Святой, тот, который хранит все теперь. Все, все это, все человечество внутри, к слезам и смущалось, смущалось. То есть, чувства у Бога, Божьи чувства, смутились, видя такое горе, и причем это горе, оно смешалось с горем Иисуса Христа, в очеловечившегося. Он его знает, Лазаря, он его друг, и самое интересное, что Господь все это знал уже, что будет. Но когда это вот в действительности случилось, не в четвертом измерении, а вот оно, 3D, он пришел, онлайн, так сказать, и вот, когда люди уже здесь, история совпалась, Господь все знает, Он все знает, Он уже все пережил, что ему плакать-то? А когда это все случилось, когда спасение наше, вот так задрожала вся земля, и вот Господь сам воскорбил и заплакал. Вот почему? Потому что я до этого уже сказал, немного ответ, то, что через время будут искать убить. Вот в чем дело. То есть, так никто и ничего, ну, не никто, а все не смогли обратиться. Читаем дальше. Итак, еще раз. То природа человеческая располагалась к слезам и смущалась. Природа человеческая. Внутри Бога есть то, что Он чувствует как человек. Невероятно. Господь же подавляет потрясение в духе, то есть, в духе с маленькой буквы, то есть, это в его духе, а дальше, то есть, духом, с большой буквы, обуздывает смущение и удерживает оноя, и удерживает оноя. Понятно? Это, мы говорим сейчас о слове возмутился. То есть, понимаете? То есть, с одной стороны, Он воскорбил духом и возмутился, и тут же переход идет ко спасению для всех людей. То есть, Он показал природу человеческую. вот когда слезы пошли. Понятно, да? Это дух Его, то есть, дух Его, дух с маленькой буквы, Христа, а Духом Божьим с большой буквы обуздывает смущение и удерживает Оноя. То есть, как бы это на наше, к нам-то перенести, а? Это, знаете, только рождение свыше, наверное, может быть, больше никак. Никак. То есть, ты был одним человеком и в мгновение ока вот ты любил всех. Я вопросы священникам задавал. А как мои родные? У меня был один вопрос. Ну, мне Господь показал, что вот надо почитать Библию, что Он есть, что Он там, ну, спасает как-то. А как мои родные? У меня вопрос. Как мама, папа там, сестра там, еще там у меня двоюродные. Я там всех вспоминал там. Как же они-то? Это мне, это как, Господи, ты меня привел к себе? А как они-то? Вот такие вопросы были. Я к священникам приставал, ко всем. Они важные сидят, четки перебирают, кресты поглаживают, и все молчат. Надо читать. Еще кого читать? Ну, Златоуста. Про Златоуста тогда не говорили. Там, Симеона, нового богослова, таких. Девногорца какого-нибудь. Читай, там все написано. Вот как. Я говорю, ну как они, они как. Чего нельзя было одно слово сказать? Иди проповедуй Евангелие. Иди проповедуй Евангелие. Чего нельзя было этого сказать? Они не знали самого этого. Вот о чем и речь идет. Они не знали этого ничего. И поэтому, 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 они не со мной. Поэтому они и молчали. Да. Делает вопрос, нисколько не обнаруживая слез. Нисколько не обнаруживая. Так что я неправильно. Видите, написано как. Где вы положили его? Он говорит уже твердо. Спрашивает. Без всякого дрожи в голосе. Понятно? Почему? Потому что слово возмутился переведено как духом обуздал смущение и удержал его. Смущение природы человеческой. Я бы так не поняла, как странно написано. Возмутился вроде бы как бы наоборот, да? Нет, тут как раз все понятно теперь. Он возмутился против природы человеческой. Здесь не слезы надо сейчас лить, а людей спасать. Нужно показать так, чтобы это осталось в памяти людей. И мы говорили о лазарь четверодневный. Что нужно делать? Что нужно делать? Что делаем на лазарь четверодневного? Я чего вас допрашиваю? Икру едим! Молодец, да я знал, что она скажет. Я поэтому не хотел, чтобы... Икру кушаем на лазаре. А что это означает икра? Почему память такую оставили? Память по себе. Святые мужи наши. Как икра в гробе, так лазарь во гробе. А почему? Кто икру любит красную? Во всем люблю. Я очень люблю икру красную. А почему? Что икра с собой изображает? Заролит. Заролит. Что? Икру как лазарь в рыбе. А рыба как пещера. Это из крови. Ничего себе. А рыбу-то можно есть как на лазарь? Нет. Нельзя. Нельзя. Правильно. Так вот, глядите, икорка это как яйцо. Это как яичко. Просто запомните побольше. Икорка маленькая, вы ничего не поняли, что там есть. А там на самом деле есть чипленок в икорке. Маленький чипленок. Зародыш. И вот это вот вера. Вера наша. В этом последнем воскрешении мертвого Господнем. Господь последний раз воскрешает мертвеца именно Лазаря. И вот этот зародыш этой веры нашей. Он все делает для того, чтобы мы потом вспомнили это и поверили, что он Бог. И это очень сильно повлияло, смею вас уверить, если бы вы увидели, как труп, который вы хоронили, плакали над ним. Четыре дня уже пролежал. Четыре дня уже забывается все. Запомните. Четыре дня ты уже слезы начинают просыхать. Первый день после того, как похоронил, ты еще можешь поплакать. Но потом ты же уже увидел, человек умер, его три дня хоронят. Ну, у нас. Ты плачешь, ты скорбишь, плачешь, скорбишь. И вот самый пик этого всего, апогей, как говорят, это его туда в землю. Все. Последний. Еще открывают, поцелуют, там венчик на лбу. Поцелуй последний раз. Посмотри, все. Все, уходит под землю. Апофеоз. Апофеоз всего, да. А у них-то не так это было. У них побыстрее надо было похоронить его. Они там не ждали три дня. Поэтому они его туда заложили уже, в пелены свернули, все. И теперь дальше проходит день, второй, третий, и вдруг на четвертый день приходит Господь. И да кто знал-то, что воскресит, самое главное, никто не знал. И смердит Господи, уже все все понимают. И они такие вопросы задуют. А он не мог бы его воскресить. То есть все понятно. Он мертвец лежит. Ничего нету. Смрад идет только. нас сразу говорят, он бы не умер, если бы ты здесь был, он бы не умер. Да, да. Ну то есть все подтверждают, что он мертвый. Все, все знают это. Все. И ученики все знают, что он мертвый. И смотрят на Христа во все глаза. Иудеи даже. предателем их веры оказывается. Он видать исполнял все очень хорошо. Как грех какой сделал, он в Иерусалим. Благо недалеко. Он в Иерусалим. Ну в храм приносить жертвы. Видать еще в достатке был, видать быков туда водил до хороших. И все ничего себе какой праведник гляди. А он так вот скорбел. Ну я так предполагаю приблизительно. Как еще человек того времени мог. Иудеи на углах останавливались эти фарисеи. Ту-ду-ду-ду там были рядом бегали у них там. Они с позвонками ходили, гремели, остановились и раз затихло и все. Что такое? Тихо. Фарисей шел, молиться встал. Давайте присоединимся к нему, к его молитве. Мы-то грешники все. А он-то постоянно в храме там рядом все. Безгрешный практически. Он прям рядом прикасается к этим к жертвам. Люди-то вот как думали, как сейчас иконы мощи. Представьте себе просто то. Это невероятно было. И он тоже Лазарь был среди них видать. Такой почтенный очень праведный человек. На самом деле праведный. Господь его любил. А иудеи они ну тогда сквозь пальцы на это смотрели. А когда Христос его воскресил и он уже Христа просто боготворил я думаю. Ну не говорил только что он Бог. Но везде за ним ходил и всегда присматривал и до конца жизни если бы Христос прожил 93 года а не 33 он бы его кормил если бы тоже был живой. Потому что все у него есть благодетель две сестры которые его полюбили бы и так далее. Но вдруг все это меняется с головы на ногу вдруг он становится злодеем его надо убивать уже. Почему? Из-за Христа опять же. Написано Иудею ищет чего? Иудеи чего ищут? Чудес. Чудес. Это что не чудо? Ну они ищут этого. Они даже и елены ищут мудрости иудеи требуют чудес. Требуют даже чудес. Это что не чудо? Никто не как говорится вы хотели что-то бы такого посмотреть любому скажи да конечно ничего себе при мне в воскрешении сейчас такие есть шарлатаны и будет еще один и он мы называем антихристом его по-другому будут звать он там будет какой-нибудь Борис там Александр или там Шарон не знаем как точно имя будет его и он сделает такое будет воскрешать мертвых но напишет слово Божье как как будет воскрешать слово призрачное призрачное понятно что такое призраки есть 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 но их никто не видит почему они призрачные то есть как бы есть и как бы нет и здесь то же самое где мы это видим в житиях святых в житиях святых написано волк этот Елима прям воскрешает мертвецов они выходят из воды там давно уже умершие вышли из воды к ним обращаются они что-то отвечают а к ним подходят чтобы обнять их помолиться с ними и раз и никого нету пропали все написано а так вот прямо он прям видно его он разговаривает с тобой голос его голос да говорит а руки руки якова голос голос якова руки и сава призрак такие состав ну это все подлость и измена называется божественным богу измена итак ну как господь скорбел ибо был воистину человек с большой буквы и желал удостоверить в действительности своей человеческой природы то позволил я сделать свое вот почему ну как господь скорбел ибо был воистину человек с большой буквы и желал удостоверить в действительности своей человеческой природы опять с большой буквы все своей человеческой большой природы с маленькой ну природа это это земной это да то что господь сотворил то позволил я сделать свое то есть что сделать свое проявить это чувство вот этой скорби это было по человечески вот нам это ну вот если бы не объяснили нам это святые мужи то мы бы с вами запутались а могли запутаться а тут мы знаем что господь был не просто человек и не просто бог а он был а противоположный будет кто да кто противоположный как его зовут з-большой ну не с большой буквы человек не ничего человека звер его зовут человека зверь господь бога человек а тот человека зверь зверь издревле написано дракон древний это все про него не человека бог человека зверь а 666 что такое в этом мудрость что такое число имени зверя до число имени зверя как как кто предполагает чем дело так как ну в чем тут такой штук 66 один там у нас есть придурок этот блогер какой-то молодежи мозги все запутал вот тут себе на лбу 6 3 шестерки и ходе сейчас уехал туда за границу и на ген там его назвали и говорит а я горит это деньги за это же получал чтобы говорит быдло сделать из этой молодежи в россии и сейчас хвастается там все а молодежь там какой-то выступил он выступал какой-то министр все у него пацан лет 13 и он ждет когда этот блогер вылезет опять пацаненок у этого министр или генерал какой-то как с ума сошел я ему рассказываю что это за человек показывает нет он хороший он вот такой веселый там вот он матерится вот так спокойно не надо даже и поминать это нет имен таких в морге он будет штырем таким стоять 600 на всю на всю россию и везде прославляется это и так далее а что в этих трех шестерках то что чего-то сам не знает наколол дурачок а сами не знаете наколол я вам сейчас скажу а вы думал я а вы думаете одно из толкований святых мужей 666 почему именно тогда когда это писалось сейчас мы немножко отойдем когда это писалось от 666 6 какой так главе было не откровения 13 правильно совершенно 13 глава запомните откуда плохое слово 13 это отсюда конечно 13 666 там говорится кто может открыть прочитать то никто брат библию какой там 14 по мостике ирон кесарь было по считали 13 глава там по 14 стиха лишь ну где-то так в седьмом стихе там описывается что будут вести войну со святыми а там дальше ну в конце практически кстати всемирная сеть тоже 166 всемирная сеть мы поздравляем тебе главное скажи что это такое ты мне сначала здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его шестьсот шестьдесят шесть число до сокрытое до сокрытое что это что вот слушайте быстро объясню что мигнат тихонычу дадим слов дочитаю до конца вот слушайте что в то время когда писалось это 13 глава и он был на острове патмос где он там был он был в ссылке да кто в это время правил какой зверь какой зверь императоры правили это настоящие звери были они люди они были похотливые скотливые в бога не верили все противоположной любви делали почему но язычники сплошные уже христос был и в этот самый момент они гнали не только христиан они иудеев гнали заодно иудеев тоже гнали почему потому что не задолго до этого иудеи подняли восстание религия и иудейская религия это наша религия хочу сказать все пророки это наши пророки все законы это наши с вами законы а то есть переведено теперь крещение было обрезание и так далее попробуй сейчас родиться свыше ну давай крестись как следует обрезать то было легко ты обрежь крайнюю плоть сердца своего говорит павел попробуй как это что как это такое переродись другого человека родить свыше никодим как ты как я опять в утробу матери войду ставит человек рассказывает вот 85 лет на полном серьезе нам допустим я обратно в утробу матери нет твоей матери уже давно говорит господь нету ее откуда как-то войдешь куда он уже стали то совсем это правда нет а как мне родиться обратно то да не обратно свыше родиться от небес родиться как ты слова мои слышал конечно я говорю ты необыкновенный вот теперь так живи как я говорил ого-го-го-го да так а мы и так на престоле сидим уже а господь говорит на престол моисеев сели на свидалище моисеев книжники и фарисеи перстом не хотят двинуть чтоб хоть один закон господи не исполнить и сами не входят и другим не дают об этом сегодня игнат тигрыш говорю ученики таки сказали а кто же может спастись до руки и теперь смотрите почему 666 имя за зашифровано переводится предложение на арамейский язык такое царь мира царь вселенной еврей вот и все понятно в те времена секир башка сразу что царь вселенной еврей и мы теперь будем знать что он из колена данного и и вы сейчас все вдохнули что он такое сказал ну я кто такой святые мужи говорят об этом вот что было главное это зашифровано евреем он будет а об этом никто не а все уже сейчас знают но все как мимо пролетают все все пролетать все о там палестина они там вот тут они там стреляют они там бьют там тех других вы не понимаете что происходит вы не понимаете что происходит готовка идет по быстрая подготовка идет почему российских спортсменов наших за то что россия напала на украину говорят нигде не пускать им сейчас там гимнасты определенное количество там не участвовать тут не участвовать флаг не давать гимн не давать одного тренера пустите врача все больше никого а эти долбят прям стирают с лица земли города целые и ничего нету они хорошие ничего все нормально в чем дело что такое кто победит где что должно случиться впереди должен прийти один правитель и он будет еврей теперь мы спокойно об этом говорим а почему да не страшно ничего теперь теперь нету рима никто нас не убьет все написано но есть такое что я даже сейчас я не скажу я не произнесу имя этой столице я сейчас не могу ее произнести простите и гнатин очки вот настали такие времена а почему да это потому что рядом вы чё не понимаете что ли уже атакам споставляют 350 километров летит до от украины до москвы 600 всего вот так и придет такое время когда какой-то столице какой-то страны великой не будет написано слове божьим вот так да и на тигде я вот еще в армии задавал вопрос такой вот тогда библию не знал против гитлера поднимали восстание буквально коммунисты задача ставила свернуть его стильман он арестовал большинство дожили до победы это враги которые ставили задачу разрушить третий рейх и вдруг я дальше узнаю гонение на евреев у гитлера было в люке вырезал всех где логика никакой нет никакой логики нету не против ничего и когда значит где до должности стали ставить кажется до четвертого колена проверяли прабабка если нет еврей который муж и генерал никогда не до 4 он горит первый граждан первый мировой мой работ на фронте были у меня ордена никак у тебя кровь другая за что когда пока я не стал считать библию я увидел что это борьба за мировое владычество одни предсказано а другой сам придумал вот и все о чем брать говорит благодарю так и закончим потому что время наружу да сейчас скажут нам ждем этого все время так и теперь заканчиваем не забудь у нас еще несколько вопросов нерешенные хотя мы еще сейчас разрешаем такие вопросы глобальные в то же время он ограничивает плоть запрещаете силой духа святого но плоть не вынося запрещение смущается воздыхает и придается печали все это господь допускает испытать своему человечеству частью для того чтобы утвердить что он был человек поистине с большой буквы они по проведению а частью для того чтобы научить нас полагать пределы и меру печали и без печали то есть когда спрашивают а господь он прям все все делал когда был человек глупого просто не задавай он был сын человеческий большой буквы он делал все все когда делал призрачно так и сказано делу призрачно а когда он был человеком он был подобен нам кроме греха написано поэтому не надо вот отвечайте так вот и все не надо там переходить ни на какие там эти излишества то начинает там все выкручивать ибо не иметь сочувствия и слез свойственно зверям а проливать много слез и придаваться много печали свойственно женщинам женщина понятно ну когда касается дело детей очень очень редко женщины относятся по божественному в этой истории и так как господь воспринял на себя нашу плоть и кровь евреям 2 глава 14 стих а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола кстати мы уже разговаривали вчера на занятиях об этом что сейчас даже сектанты они говорят о том что сатана не связан видите сколько воин там всякие землетрясения значит сатана здесь еще то есть он еще все руководит господь пишет им как они читают по боже непонятно это возмущение от того что дети умирают что войны идут и даже нашу страну оказывается постигает такое несчастье и вроде как будто бог тут не может остановить ничего так а мы пока дочитаем кто принимает участие в том что свойственно человеку и природе и показывает нам меру в том и другом где вы положили его спрашивать твердо уже господь не потому будто не знает его быть в ином месте и далеко он знал же что лазарь умер но для того чтобы не подумали будто он сам от себя вызывается на чудо он желает узнать все от них и совершить чудо по их просьбе чтобы освободить он оное от всякого подозрения и как не было еще никакого намека на воскрешение лазаря и не приходило никому и на мысль что он идет воскрешать его а не поплакать только то и говорят ему господи посмотри пойди посмотри а лукавые иудеи лукавые они иудеи это большой буквы которые написаны несмотря на то что пред глазами их большое несчастье и при всем этом не оставляют своей злобы то есть то что они говорят они говорят по злобе то есть когда а не мог бы и он это относится к тому же когда на кресте висит христос они говорят сойди и тогда мы верим тебе то есть это все но только меньшего размера потому что не ко христу относится а к лазарю но однако уже злоба на христа можно прочитать стихотворение одно да читайте с выражением называется слово божие вечно копал экскаватор глубоко траншею и вытащил древний сундук случайный прохожий вытягивал шею потрогать тянулось множество рук какой-нибудь клад сообщить надо будет и где-то в отделе хрипел телефон толпа возрастала давила всей грудью и липла как в очередь на стадион стоял инвалид с любопытством мальчишки вопросы блуждали по лицам нашедший поддел монтировку и крышку не стал дожидаться милиции не слевшие тряпки газетные клочья а дальше сокровища книг и кто был до мудрости книжной охочей к источнику знания приник от Марка Матфея Луки читают на желтых страницах и новый неуличный кадр на экране и целая гамма на лицах нашелся знаток исторических данных и библией книгу назвал сундук разобрали тот час по карманам а ящик спихнули в отвал кто знает про то как он здесь оказался и жив ли хозяин его но каждый кто к книгам теперь прикасался молился в душе за него библейские строки писались веками и авторов кровью кропились за тридцать столетий разрушились камни а с библией божия милость тираж ее общий всегда возрастал и в апогеи эпохи а были моменты едва кто листал в огне уцелевшие крохи по тюрьмам и каторгам эти листочки чудом чудес проникали изорваны, смяты, слезами подмочены ночами их переписали кто к этим страничкам душой прикасался те встречу с Иисусом имели у многих знамением сложились пальцы те троицы гимны воспели Игнатий Лапкин тюрьма октябрь 1980 год Барнаул а это что вы увидели где-то я много чего видел а тут как в дороге ехали военный подсел и свидетельствовал ну что Игнатий я много чего видел кто-то кто знает еще от тихотворения там насчитанное какой-то считал как про библиотеку про библиотеку про библиотеку что проку нам что толку нам от этих книг нет как она первая стих строка что польза нам от этих книг вот послушай какое это все в этом четыре втомнике есть там особенно есть когда у меня покрывало есть на оленях скачут а волки обложили со всех сторон и на эту тему не ну где тут у вас есть по-моему есть разрешите ну надо посмотреть как назвать что пользы нам нет это там а а а а про оленях он считается вот это вот музыкальные что пользы нам от этих книг поэзии и прозы когда читающие из них не извлекают пользы. Не просто пользу, но душе, как жить с грехом бороться, для взрослых и для малышей она сестра, а не гостья. Число бесчетных томов в библиотеках разных, но место Библии самой святой не занято и праздно. На все, на все найдешь ответ в чудесной этой книге, с большим ухой. Так почему же ее здесь нет? Я с удивлением вскрикнул. Библиотекарша тот час засуетилась срочно и для отвода наших глаз несет каталог. Точи, газеты старые, но в них о боге не словечко. Попался Лермонтова стих, карнашом помечен, как будто кладбище теней, запах тленно-пыльный. Но снова я спросил о ней, а раньше, значит, были. И тихим шепотом склонясь, поведала смущенно. Приехал как-то местный князь, партсекретарь горкома. Ее он взял, не записал и не вернул два срока. Наверное, верующим стал, признал Христа за Бога. Как разговаривал. Ей лично Библию тогда святую открыто подарил я. С ней горе вовсе не беда. Она подаст вам силы. Оставил адрес, телефон, звоните. Рад услышать. Однажды слышу, как сквозь сон. Меня девчонка ищет. Теперь она давно сестра, нашедшая Иисуса. И ты вот так, оставив страх, душой интересуйся. От этой книги книг. И мне простер спаситель глань. Это рука, значит. Когда я был и глух, и нем, и на пути изранен. Но он склонился и поднял, перевязал потуже. И на осла, осла меня забрал с собой на ужин. С тех пор для всех библиотек, на всех столах и полках, желаю Библию иметь любой овце и волку. Животворящая струя напоит души пьяных, Чтоб человека не стрелять, Свои узнать изъяны. 29 сентября 2003 год, Игла. Игнатий Лапкин. 2003, а 2010 уже эта книга была. Аминь. Хорошая? Меня осла, да. Меня осла, осла еще. Собан забрал на ужин. Ну что, надо как-то устроить прям чтение целых, Игнатий Тихо, честиков. Кому что нравится. Достойно есть якова истину, Блажитетя Богородицу, Плесно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения Серафин, Без истрения Бога слова ротшую, Сущую Богородицу тебя величаем. Благодарим Тебя за дивное время, Что Ты даешь нам возможность собираться, Быть вместе. Благослови нас, распусти с миром, Чтобы мы были свидетелями о Тебе в этом мире. Дай жизнь святой и чисто по воле Твоей святой. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Спаси Христос. Спаси Христос. Аминь. Игнатий Игнатий, а вы... Занятия что? Мои зрители занятия смотрели? Да. Хорошо, хорошо. Я слышу, я василия перекочал. Я хочу песнопение теперь включить. Дело все в том, я проверил, как они умеют петь или нет. Они маленькие там еще, далеко находятся. И так тяжело. Я хочу просто тогда и ваши тоже песнопения туда включить. И хотел и стихи даже им почитать тоже. Вот это пасхальное особенно когда... Пасхальное, я говорю, рождественское. Рождественское? Это я третий куплет уже ввел туда. И заканчивается воскресенье, рождество. А? Каково? Вот Господь положил же такое. Думаю, ну что так ничего нету? Санки скачут, а... А вот когда попадает в Благовещение на первый день Пасхи, называется Кирио Пасха. Да. У меня книга по митрополитам Виталиям. Он подписал Кирио Пасха. В этот первый день Пасхи и Благовещения. К храму подъезжаем, надписи горят. О Христе воскресшим людям говорят. На кресте спасенье Иисус принес. В Вифлеемских яслях Спаситель наш Христос. Вот это уже, да? О чем-то. А то лошадки, лошадки. Лошадки, они везде лошадки. Надо лошадок ко Христу как-то привязать. Да, да. Хорошо, свинеть надо. Да, это лучше можно и баптистам даже послать, что пускай дети у них поют. Как сказал одному священнику, говорит, надо менять, говорит, репертуарить. Репертуарчик почаще, говорит, менять. Сестра, занятия понравились? Ну, слава Богу. Как ты словно делал. Все ради тебя. Брат, тянул руку, а ты его... Какой брат? Ты тянул сказать что-то? Ну да, да ладно уже. Не заметил. Это незначительно, просто ладно. Прощай. А, ну то есть это... То есть опять не угодил. Ты знаешь, была сестра у нас, не Елена только, а Наташа Приходькая. И когда тут выбирали священника, она встала и начала рассказывать, какой должен быть священник. И все грустно погрустнели и сказали, ну когда найдешь его, тогда приводи. Такого, как ты хочешь. Но нету его, понимаешь? Нету. Ну, нету. Нету. Нету.